Помидоры плюс страх публичности и Рада голосует. Сегодня в парламенте неочередное заседание. Зачем собирались, что приняли и что будут, знает Екатерина Лысенко. Мы закликаем депутатов, не обещай, а голосуй. Ведра с помидорами для депутатов, чтобы те голосовали за законы антикоррупционные. Они сегодня главные в повестке дня, а в зале нардепов чуть больше половины. Голосовать мотивируют страхом публичности. Я требую того от имени фракции, чтобы сегодня все голосования поименно были надрукованы в публичных засобах массовой информации. Законы правительственные, часть из них уже пробовали принять, провалили. Сегодня дубль два. Увидев на табло готовность зала голосовать, в ложе правительства сразу появился премьер с презентацией. Предлагает создать специальный комитет, антикоррупционное бюро, новый орган с новыми людьми, которые, как следователи, будут следить, но только за чиновниками. Это очень серьезная система профессионального отбора. Очень высокая зарплата от 18 тысяч гривен. А в голове до 60 тысяч гривен будет? Приблизно до 60. Процедура признания головы отбывается указом президента за подданием конкурсной комиссии. В комиссии девятка. Три от президента, три от админа, три от рады. Следом за этим законным зал проголосовал еще три. Создадут и нацкомиссию. Она экспертизы антикоррупционные проводить будет. Сегодня духу хватило только на первое чтение, но сомнения остались. Приживутся ли нормы? Закон про иллюстрацию принятый. Натомись, чиновники добы Януковича далее призначаются на посаду. Вот, с одного боку, добрый закон и абсолютно никакая реализация. Вот, не дай Боже, чтобы не было так с законодавством по борьбе с коррупцией. У нас от этого были статьи в криминальном кодексе, за которыми не мало ли будет ни коррупции, ни хабарности. При принятии следующего законного уговора в зале не меньше. На кону документ о заочном осуждении. Он адресован прежде беглым Януковичу с компанией. На голосование законопроект ставили четыре раза и столько же проваливали. Решение, на жаль, не принято. Я голосовал за все антикоррупционные законы и за этот закон уже замахался голосовать. Давайте будем мужиками. Тот, кто не голосует, значит хочет убежать со страны. Александр Валентинович, поставьте вопрос на голосование, чтобы больше ни одна сволочь с нашей страны не убегала, а если убегала, то навсегда. Спасибо. Шановные коллеги, я не могу после такого выступа не поставить закон еще раз на голосование. Поставили и проголосовали. За 253 теперь опыскы. Спасибо. Теперь можно не только заочный судебеглецов, но и конфисковывать владения тех, кто в международном розыске за преступления против Украины. Их поява в Украине означает только то, что они автоматически будут нести покарание под тех выроков, которые уже набудут законные силы. Закон приняли в целом, как и два постановления об изменении границ Луганской области. Перекроили в четыре района. По сути, разделили область на контролируемую властью и ту, где сейчас террористы. Новые линии на карте позволят финансировать украинскую сторону. Административный центр теперь в Северодонецке. В день с территории подконтрольной Луганской народной республики в территорию подконтрольной в Украинскому уряду пересекает до 50-60 тысяч людей. Люди едут снимать деньги с карточки. У нас выметают все продукты харчевания, потому что картофель у нас стоит 2 гривни, у них стоит 6 гривен. То ли помидоры помогли, то ли выборы грядущие. Но сегодня у депутатов день принятых решений. А к антикоррупционному пакету вернутся через неделю, чтобы проголосовать в целом. 14 октября последнее заседание парламента этого созыва. Вопросов будет много. Предлагают прошлым оппозиционерам, оппозиционерам нынешние, вспомнить обещания. Давайте в конце концов вернем нашим женщинам их славный, красивый пенсионный возраст. 55 лет. Вы это обещали в 2012 году. Екатерина Лысенко, Ольга Рысарь, Иван Ермаков, Владимир Самченко. Подробности в телеканал Интер. Продолжение следует... Продолжение следует...